Сегодняшнее видео выходит при поддержке, наконец-то, вас, потому что, друзья, если бы не вы, я бы никогда бы не смогла сказать такую фразу, как «На моем канале, наконец-то, 100 тысяч подписчиков». И, конечно же, в самом начале я хотела бы вам сказать огромное спасибо. Я бесконечно ценю то, что вы вместе со мной, но то, насколько для меня это важно, вы как раз узнаете из этого видео. Я вообще давно уже себе зарекла снять подобное видео на такую прекрасную круглую цифру, но я не думала, что это будет настолько скоро, я думала, что это будет лет через пять, но я себе подготовила шпаргалочку со всеми этапами становления меня как блогера и поняла, что, во-первых, мне уже есть что вам рассказать, и, во-вторых, если бы я это видео снимала еще через пять лет, то это видео было бы скорее еще на часов пять. Поэтому давайте начинать с малого. В свое время подобные видео мне очень сильно помогали, поэтому я думаю, что и этот ролик будет полезен тем, кто, во-первых, находится на таком же пути блогинга, как и я, расскажу все от начала и до конца, и спойлер, не всегда все было просто легко и гладко, вдохновлю, замотивирую и помогу хоть немножко поверить в собственные креативные способности. А также этот ролик будет полезен тем, кто находится на таком же пути, как и я, в деле поиска себя, потому что расскажу как раз много про тот период своей жизни, поделюсь своим опытом и наработками в этом вопросе. Взлеты, падения, фейлы, кринж, все как мы любим. Поэтому давайте же не будем затягивать, рассказ будет очень длинным, интересным и насыщенным. Поэтому всем привет, меня зовут Катя, вы смотрите блог Мир Трудкрафт. Я снимаю всего 10 минут, уже отсидела себе ногу и заранее извиняюсь, будет слышен кондиционер, потому что я почему-то решила снять видео в таком образе, а на улице, ну, как бы плюс 30. И так как в начале был взрыв, то в начале скажу о том, что я всегда любила рисовать, творить, и я всегда была не то чтобы талантливым ребенком, я была творческая. Когда у тебя есть огромное желание, то тебе не составляет труда осваивать различные навыки и всех обманывать, заставлять думать, что ты талантливая. То есть меня всегда тянуло к творчеству, а в 12 лет в моей жизни появился YouTube, Кейт Клэп, какие-то блогеры, похожие на Рому Желудя, но конкретно его, по-моему, я особенно не смотрела, и куча еще других блогеров, влогеров в основном, которые рассказывали о своей жизни. Мне все это было безумно интересно, но параллельно с этим я смотрела каких-то более сатиричных людей, такие, как были представлены на Спасибо, Ева. То есть это шоу «Мне нравится», которое сейчас называется «Группа хлеб». Я смотрела «This is хорошо», я не смотрела «Плюс 100 500». Также я смотрела еще и Андрея Нефедова, этот человек снимал обзоры на всякие дурацкие шкалоблоги, поэтому мне безумно хотелось снимать кокейт Клэп, но мне хватало мозгов этого не делать. И сейчас я даже не знаю, возможно, было бы классно, если бы я тогда снимала, и, возможно, я быстрее бы достигала каких-то результатов. Но, тем не менее, в принципе, я довольна тем, как все произошло, потому что я сейчас в свои 24 года с довольно здоровой менталкой, потому что я не проходила через какой-то хейт от одноклассников и своих сверстников. И здесь еще сделаю такую пометочку, что с 13 лет я начала общаться с компанией взрослых парней, ну как взрослых, на 3 года они были старше, и как бы из-за этого мне пришлось чуть-чуть быстрее взрослеть, но одновременно они мне помогали формировать какой-то более-менее приемлемый вкус и не делать фигню, за которую бы мне сейчас было стыдно. И я делала другие вещи, за которые мне стыдно. Плюс ко всему, видимо, в это время я постоянно ходила, что-то снимала на старенький наш фотоаппарат, поэтому на мое 13-летие родители подарили мне мою первую Сонечку. Кстати, она воняет горелым, как бы она сейчас не взорвала. Ну, она не работает, собственно, естественно. И на вот эту камеру я постоянно ходила, снимала своих друзей. Доброе утро, с днем рождения! Это вот наш подарок тебе. Сонечка, поцелуй нашу Катю. Не надо. И так как я все-таки не решала снимать что-то на YouTube, ну, честно скажу, были попытки, что-то я там подмонтировала, но по большей части я самореализовывалась благодаря съемке видео для своего класса. Маша, ну, чего ты вот так с ручкой помашил? Давайте все ручками помашите. Давайте, давайте, давайте. Буль, это просто ни у кого нет. Я снимала различные юмористические ролики про жизнь своего класса, где-то постановочные, где-то просто про какие-то наши поездки и тому подобное. И, с одной стороны, я безумно благодарна и рада, что я была в такой обстановке, где мне позволяли так себя проявлять. Но, с другой стороны, это тоже было благодаря тому, какой я человек. А я всегда была около лидером класса, поэтому меня слушались. Меня не слышали, меня слушались. Ну-ка, готовься. Я готов. Спокойно все. Давай, все спокойно? Да. Но это не всегда было, знаете, ровно, гладко и просто. В началке я всегда была такой довольно истеричной, громкой, но я организовывала всякие праздники и тому подобное, поэтому все нормально относились. В пятом-шестом классе ребята выкупили, что что-то здесь не так и так вести себя не надо, поэтому мне и бойкоты устраивали, и с пацанами я дралась. Но потом, в седьмом-восьмом, я наконец-то поняла, что надо, видимо, что-то менять, поэтому благодаря исправлению своего поведения на более адекватное и благодаря таким видео начала заслуживать, грубо говоря, какое-то признание. Потому что по старой памяти ребята меня слушались, снимались в моих видео, а потом, когда получали такой классный, прикольный результат, они и больше как-то проникались ко мне, моему творчеству и доверяли мне. И может, конечно, показаться, что я бесконечно сильно ушла. Но на самом деле я думаю, что это тоже повлияло, потому что из-за того, как меня поддерживали и как адекватно относились к моему творчеству, во-первых, я поверила в какую-то творческую профессию, а во-вторых, поняла, что мир более безопасный. И в нем можно проявлять свои таланты и заниматься тем, что ты любишь. И я, кстати, думаю, что это очень хороший урок для нас всех, что если ты что-то любишь, но ты не можешь этим заниматься каким-то определенным образом в данный период жизни, когда, например, я не могла в 13 лет снимать видео на YouTube, потому что я боялась осуждения, то всегда можно найти какие-то... Ты что, подруга? Всегда можно найти какие-то обходные пути, где тебе будет намного комфортнее развиваться. Да, ты не будешь делать то, что ты думал изначально, но ты хотя бы не будешь стоять на месте. И благодаря вот куче таких школьных видео я очень круто прокачала свои способности в монтаже и уже в такую более профессиональную блогерскую деятельность пришла уже с каким-то багажом знаний. И, кстати, в этом видео я буду больше говорить именно про блогинг. Если вам хочется подробнее узнать про мой путь в монтаже, то об этом я подготовила подробный пост на своем Boosty, ссылочка будет внизу. Параллельно с этим, пока я снимала различные видосики для своей школы, я даже не подозревала, не думала, что монтаж это может быть чем-то серьезным. Для меня это всегда был лишь инструмент и никогда никакой целью. И поэтому я подумала, что ну я же творческая, а как зарабатывать на творчестве? Это что-то делать и что-то продавать. Поэтому с 14 лет у меня появилась новая мечта открыть свой магазин хендмейд подарков. Я, конечно, продолжала что-то снимать, но это всегда было просто, знаете, в качестве какой-то развлекухи. А мне преподаватели на каждой встрече выпускников говорили о том, что, блин, Катюха, такая молодец, давай, тебе обязательно надо продолжать снимать. И я думала, блин, да что вообще можно снимать и как на это можно зарабатывать. Ну, сами понимаете, ограниченность ума конкретную. И вот этот свой огроменный жизненный блог с 14 до 19 лет я опишу довольно кратко. Я занималась плетением фенечек, всякие какие-то штуки, шила, вязала, делала, продавала, участвовала в выставках, пыталась вести там какой-то магазин в инстаграме, продавать все это дело. И в 19 лет я поняла, что мне намного интереснее не заниматься творчеством, а говорить о творчестве. Мне больше хотелось делиться своим опытом, а на какой-то условной коммерческой страничке, где ты продаешь свои изделия, ты особенно не разгуляешься, не расскажешь о какой-то внутрянке процесса, о вдохновении и тому подобное. То есть мне хотелось больше вдохновлять людей, чем что-то им продавать. И я не знала, что тогда делать, и это сейчас кажется максимально очевидным, но тогда не было такого распространенного понятия блогинга в инстаграме. Это все казалось чем-то далеким, нереальным, поэтому я была довольно долгое время в прострации, не понимала, чем мне вообще заниматься. Но не переживайте, в этот момент жизни мне было чем заморочиться. Я не жила никогда без цели, потому что в тот момент жизни я поступила в Кубанский государственный университет на направление рекламы и связи с общественностью. И я туда поступила, потому что это было самое творческое, доступное мне направление всех предложенных, потому что я не училась в художественной школе, я не могла поступить на дизайн и какие-то подобные смежные направления. И в современном мире реклама по большей части подразумевает такое направление, как СММ, то есть продвижение в социальных сетях, поэтому я хотела быть СММщиком. И знаете, как бы не хотелось ругаться на современное высшее образование и качество образования именно в моем вузе, но тем не менее я, наверное, ни разу не пожалела, что я все-таки там вот училась. Ну, плюс ко всему, я училась на бюджете, мне вообще было грех жаловаться, потому что я бы никогда не мыслила теми категориями, которые мне давал университет, если бы я училась на юриспруденции или на ветеринара, я бы заморачивалась абсолютно другими вещами. Да даже если бы я училась на каком-нибудь условного дизайнера, то я бы больше думала об этом, нежели о том, как себя продвигать. И по большей части, если ты умеешь себя грамотно показать этому миру, то ты можешь, в принципе, заниматься чем угодно и быть в этом вполне успешным. То есть, понимаете, реклама может быть как основным полем твоей деятельности, то есть это рекламное агентство, event, вот это полиграфия, все дела, билборды, но одновременно это может быть и лишь как инструмент, который офигеть, как тебе может помочь в продвижении твоего бизнеса и достижении целей. Потому что, ну вы сами понимаете, как много есть крутых специалистов, но которых никто не знает, потому что они все это делают в стол и не знают, как себя пропиарить. А я это знаю. И в процессе того, как я изучала, как в социальных сетях продвигать какие-то коммерческие блоги других людей, я также поверила и в блогинг, потому что поняла, что это огромная сфера деятельности, которая доступна, и если мы живем в век интернета, и есть так много людей, которые занимаются подобными вещами, то почему бы и не воспользоваться этой возможностью, и не идти работать на какую-нибудь обычную стандартную работу, если у тебя есть такое море возможностей. И, кстати, по сути, я работаю по специальности, но только за исключением того, что мне не пригодился мой диплом для трудоустройства. И, кстати, если подробнее говорить о тех вещах, которые я узнала в университете, которые мне помогли в блогинге, это, например, осознание того, что существует такая штука, как копирайтинг, и очень важно уметь писать грамотные, правильные, коммерческие, вообще любые тексты, как важно уметь удерживать внимание других людей. У нас даже были пары, на которых нам необходимо было снимать какие-то видео, рекламные ролики. На нескольких парах нам надо было делать бизнес-презентации, мы даже верстали журналы. И особенно сильно мне запомнились пары, на которых одна из преподавательниц дала нам задание раскрутить группу ВКонтакте, кто-то в Инстаграме еще делал, на темы, которые она давала, такие как стоматология, украшения, сад и огород. Вот как раз-таки я вела сад и огород, и я передать вам не могу, насколько это было стрессовое, сложное задание. Я вообще не понимала, как это делать. Это, знаете, всегда так на словах звучит легко, типа, «Да что сложного? Офигеть, как тяжело!» И я чуть ли не в истериках уходила с ее пар, потому что все, что я не сделаю, я приносила, она смотрела на это и такая, «Перчева!» И это все. А это реально уже было все. Я не знала, что еще там сделать. И просто по магическому стечению обстоятельств, это реально всегда было не все. Всегда было куда расти. И поэтому она мне дала огроменный урок. Вот, знаете, даже не только я какие-то профессиональные знания получила, но и какие-то просто жизненные знания, там, даже просто, не знаю, в общении с людьми. Поэтому, когда я решила развивать свой блог, у меня был, в принципе, какой-то опыт, и я понимала, что это довольно-таки реально, если постараться. И немножко вернемся обратно, в тот момент, когда я поняла, что мне больше нравится говорить о творчестве, нежели им заниматься. Это был 2018 год, мне было 20 лет, и я поняла, что я хочу попробовать вести свой блог. У меня была до этого какая-то страничка в Инстаграме, в которой просто было мое творчество, там, типа, было «Handmade by Катя Пива». Я просто туда выкладывала какие-то свои фенечки, рисунки, творчество, ставила там кучу хэштегов, фенечки, хендмейт, рукоделие, и там даже, там, набежало около 300 человек, какие-то мои знакомые были подписаны, и я эту страничку переименовала в «Мир Труд Крафт». Почему «Мир Труд Крафт»? На это было две причины. И, во-первых, вы, наверное, думаете, что здесь будет что-то там такое. Нет, мне просто нравится 1 мая. Вот я вам клянусь, это один из моих самых любимых праздников. Потому что, знаете, Новый год, День рождения, это все так ответственно, надо готовиться, переживать за все, вот это все. А 1 мая ты просто едешь, жрешь шашлыки, наслаждаешься солнышком, и этой жизни все, у тебя больше ничего не требуется, поэтому мне очень нравится этот праздник. А, во-вторых, ну, просто это звучно было. «Мир Труд Крафт». По-моему, очень классное название, и я очень довольна. Мне даже, знаете, ни разу не было желания его переименовать. Но, кстати, здесь такой маленький советик. В принципе, да никогда не надо переживать. Если вам в данный момент нравится название, то никогда вам не составит труда все это дело переименовать. Возможно, сейчас я немножко переживаю за то, что блог называется не моим именем, то есть в первую очередь идет мое творчество, а дальше уже моя личность, но по факту оно так и есть, и меня это вполне устраивает. Знаете, это какое-то уникальное торговое предложение, потому что у всех там по именам, не знаю, какая-нибудь Саша Митрошина, а тут у меня «Мир Труд Крафт» совместно с Катей Пивой. Ну и тем более Катя Пива как-то, ну, оно-то звучит. Мне очень нравится, но разные ассоциации у людей возникают, если они не знают, кто я такая. И, естественно, это было сложно, это было страшно, стрессово и неловко. Но мне помогло несколько вещей. Во-первых, то, что уже хоть и маленькая, но база из подписчиков была, 300 человек, это те люди, которые просто пришли на какое-то мое творчество. Во-вторых, я к этому относилась как к учебному проекту. Из-за того, что я уже пыталась вести какие-то страницы, мне было несложно и к этому делу отнестись именно так, и не стесняться того, что я этим занимаюсь, потому что, в принципе, я была в такой атмосфере, где все это понимают, и где все пытаются сделать то же самое. Поэтому, в принципе, все нормально, по-моему, относились. Ну, а по большей части никто об этом и не знал. И да, кстати, плюс ко всему, я особенно об этом не объявляла, не рассказывала. Все, кому надо было, были со мной. Кому не надо, даже не представляли, чем я занимаюсь. Поэтому, знаете, для, опять-таки, безопасности своего ментального здоровья, не надо везде на каждом углу об этом трезвонить. Если вам будет спокойнее, начинайте с незнакомыми людьми, только с какими-то очень близкими. И, в-третьих, совет для всех начинающих блогеров. Начинать всегда надо с экспертной темы и с маленькой аудиторией. Знаете, как многие говорят, вот я не буду это снимать, потому что вот у меня всего 50 подписчиков. Да, блин, намного проще снимать всего на такую маленькую аудиторию. Намного страшнее было бы, если бы у вас было уже сразу 5000 подписчиков. А так у вас есть время немножко разогнаться, немножко поднабраться опыта, чтобы поначалу вам было стыдно не перед таким большим количеством людей. И вещать изначально надо о каких-то экспертных темах, а не сразу «Привет, я Катя, 50 фактов обо мне». Знаете, это очень уязвимая и такая шаткая дорожка. Намного легче рассказывать о каких-то абстрактных вещах, не знаю, да, какие-то учебные, грубо говоря, материалы, а потом, когда люди поймут, кто вы и что вы действительно можете приносить им пользу, их уже потихоньку будет уже интересовать и какие-то ваши личностные характеристики, ваша история и тому подобное. Поэтому не надо сразу себя, вот, блин, запихивать, рассказывать во влоге, снимать там, что я ем, что в моей сумке. Нет, начните рассказывать что-нибудь полезное для людей. И вам будет проще, и людям интереснее. Всего одно правило поможет улучшить ваши развороты, а именно правило трех. Четыре и два тоже неплохо, но три – самый топчик. Например, не используйте больше трех цветов, помимо белого и черного. Больше трех шрифтов. Пусть один будет для заголовков, второй – для основного текста, а третий – для цитат. Больше трех элементов оформления, например, вырезки из книг, крафтовая бумага и скотч. В ином случае дополнительные элементы отвлекают и образуют кашу. Везде нужны баланс и гармония, ведь даже в блюда не добавляют сразу все приправы. Не надо пытаться за один раз показать все, что вы умеете. У вас еще будет время. Но правила, естественно, созданы для того, чтобы их нарушать, поэтому экспериментируйте и творите, как хотите. И да, я понимаю, что есть некоторые блогеры, которые, в принципе, и строят свой блог вокруг какого-то лайфстайла, но я не лайфстайл-блогер, поэтому я не знаю, как у них с их ментальным здоровьем. Мне как-то очень даже приятно и спокойно было, то, что я веду блог, который называется не моим именем, где я рассказываю о вдохновении и творчестве, а не лично полностью о себе. А сейчас я могу себе уже позволить такую роскошь. И, кстати, забыла же сказать вообще, в принципе, про тематику своего блога, почему я выбрала ее, как я это выбрала. Я очень долго также не могла приступить к ведению блога, потому что мне казалось, что я должна остановиться на чем-то одном. А я по природе своей сканер, по-моему, это так называется, об этом книга отказываюсь выбирать. Сейчас, причем, наверняка многие себя в этом описании узнают. Мне нравилось рисовать, вязать, плести, играть на укулеле, снимать и все тому подобное. Но из-за того, что у меня, в принципе, довольно неплохо развитый вкус, у меня, в принципе, все с первого раза получается довольно неплохо, но достигать какого-то идеала в этом мне никогда не было интересно останавливаться на чем-то одном. И тут до меня дошло, что мне не надо останавливаться. Таких, как я, людей очень много. А я сама смотрю на свои подписки и понимаю, что я подписана на такое большое количество творческих людей, и мне не важно, чтобы они занимались только чем-то одним. Я подписана на девушку, которая вяжет, а она и рисует, и то, и все. И мне за всем творчеством нравится ее наблюдать. И меня любое творчество вдохновляет. Поэтому для того, чтобы находить единомышленников, не обязательно ограничивать себя какими-то рамками. Поэтому я решила вести блог о творчестве и о вдохновении и о креативе. То есть такие довольно обширные темы, в которых я очень даже хорошо могу разгуляться. И я, кстати, об этом ни разу не пожалела. У меня за все то время, что я веду блог, никогда особенно не было желания вещать о каких-то более узконаправленных темах. Я, то есть, дала себе возможность поля для того, чтобы выбрать. И по итогу, из-за того, что я на себя не давила, я, по сути, остановилась на ежедневниках и на визуальном дневнике. И я сейчас по большей части экспертно вещаю именно об этом. Но согласитесь, рисование и ведение блокнотов это то, что близко почти всем творческим людям. Поэтому я вполне могу найти единомышленников и среди тех, кто вяжет, и кто плетет, и кто вообще даже не рисует, но ему нравится смотреть картинки. Поэтому я думаю, что у меня получился, знаете, такой крайне экологичный путь к себе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Но еще раз в этом видео я больше рассказываю про путь к себе блогеру, нежели путь к себе творцу, художнику, иллюстратору. Поэтому об этом как-нибудь в другой раз. Но это я, конечно, довольно сильно забежала вперед. Немножко откатимся назад. Первых трех тысяч подписчиков в своем инстаграме я набрала благодаря хэштегам и, внимание, рубрика «Вредные советы» благодаря масс-фолловингу. Потому что, когда я училась в университете, одни СММщики, у которых я проходила практику, сказали, что это единственный способ сейчас набирать подписчиков. И это единственный способ, да, действительно, для салонов, ноготочков, которые они вели. А для блогеров это абсолютно убийственная тема. Примерно такая же, как и гивы. Поэтому я набрала почти три тысячи мертвых аккаунтов. Но, конечно, ничего в нашем мире не бывает однозначным. Поэтому даже при таком способе приходили верные, прекрасные, живые подписчики. И при любом другом способе тоже приходили мертвые аккаунты, подписывались и навсегда забывали обо мне. И, кстати, если не ошибаюсь, по-моему, это единственное, когда я платила за продвижение, то есть за сервис по масс-фолловингу. И я около полутора лет сидела на такой цифре, ну, там, может, еще прибавлялись, где-то до пяти тысяч, возможно, дошли подписчики. И я не знала, что делать. Как бы я параллельно развивалась, развивала свои истории, списала классные посты и тому подобное. Блин, реально, полтора года? А что я делала все это время? А, вспомнила. Плюс ко всему, я тогда училась в университете, поэтому я этим занималась, ну, так, знаете, в качестве хобби, в свободное от учебы время. И я уже думала, что либо все, это бесполезно, и пора закругляться, либо все бесполезно, надо закругляться, потому что у меня нет денег на продвижение, остались только платные способы набора подписчиков. И в этот момент, в феврале 2020 года, у меня в голове пронесся знакомый голос. Пивачева. И это все. И Катя, первокурсница, внутри меня такая, нет, не все, я что-нибудь еще призумаю. И как раз тогда начал активно набирать популярность ТикТок. А я на него не смотрела, потому что ТикТок для дебилов, села и детей. Я вроде ни на кого из них не похожа, поэтому я туда не пойду, но подумала, ладно, я попробую. Ну, собственно, вы примерно представляете, что дальше произошло. То есть никогда нельзя отметать никакие дополнительные источники и бесплатного трафика. Хотя бы надо просто попробовать. Вы не умрете, и ничего с вами не произойдет. Поэтому я решила попробовать. И тогда у меня еще был выбор между ТикТоком и лайком. Я подумала, ладно, начну с ТикТока. Там, если уж совсем все будет плохо, пойду в лайк. И плюс ко всему, если вы вдруг спросите, как мои одногруппники относились к этому, как раз таки никак, потому что это был четвертый курс, второе полугодие, и у меня началась преддипломная практика, на которой я сидела дома и писала диплом. Поэтому я ни с кем не виделась. Никто не знал, никто не осуждал. Если осуждал, то я не знала об этом. Я начала выкладывать видео в ТикТок, и у меня, в принципе, были развязаны руки. И здесь важно понимать, что перед тем, как зайти в ТикТок, у меня уже был скилл монтажа видео, удержание внимания зрителей и куча отснятого материала, который мне не составило труда просто закинуть в ТикТок и наблюдать, как там идут все эти просмотры. И в тот момент я уже ввела визуальный дневник, немножко занималась хендмейдом и по приколу ввела ежедневник. И вот я просто по приколу закидываю пять видео в ТикТок про свой ежедневник, там по одному видео каждый день. И пятое видео оказалось видео, где я двадцатью способами пишу слово «сейчас». Знаете, ежедневники не могут быть без шрифтов и леттеринга, а люди не могут быть без залипалого, поэтому это видео залетело на полмиллиона просмотров и ко мне начали активно приходить подписчики. И я, кстати, сейчас даже не знаю такое ощущение, что тогда только начинал развиваться ТикТок, поэтому люди наиболее активно подписывались на какие-то интересные аккаунты условно, а сейчас, если бы он продолжил работать, слишком много такого становится, но в общем и целом всегда есть возможность пробиться, продвинуться, если ты делаешь что-нибудь классное. Я продолжила снимать туда видео, у меня появился такой, знаете, огромный азарт набирать эти большие просмотры, набирать подписчиков. Мне давалось это довольно просто, легко и быстро, и я даже удивляюсь, когда у людей хорошие работы, но у них не получается такой же результат, но, возможно, действительно секрет в том, сколько времени каждый из нас этому делу уделял, а я уделяла действительно очень много. Плюс ко всему, я там встретила огромное количество поддержки, мне почти никогда не писали плохие комментарии, ну, там, знаете, пару раз было. И, знаете, меня это удивляет, потому что я объективно понимаю, что я не суперхудожник, есть очень много людей, которые рисуют намного круче, оригинальнее и креативнее меня, но, тем не менее, просто поймите, что людям и не нужен идеал, намного важнее вкус, эмоции, простота повторения и польза. Поэтому, если человек смотрит на ваш рисунок, на ваше видео и говорит, ну, прикольно, но я никогда так не сделаю, а если я сделаю, то автор мне не дал этого понять, то вы проиграли. Но это, конечно, тоже отдельный, огромный разговор, что вообще людям нравится в этих интернетах. И таким образом, я продолжала вести две социальные сети, Instagram и TikTok, и параллельно я еще доучилась в университете и закончила, кстати, его с красным дипломом. Не потому, что я умненькая, просто потому, что я ходила на все пары. И в истории моего TikTok мне особенно запомнились три скачка. Первый, это как раз-таки первые 500 тысяч просмотров на моем пятом видео. Второй скачок, когда я выложила видео про рисование в своем визуальном дневнике, оно залетело на миллион просмотров, при том, что больше почти никогда не заходили эти видео, хотя они очевидно нравятся людям. Я не знаю, что вообще происходит, но хоть одно видео так прошло, и в конце я там сказала, типа, вот, переходите ко мне в Инстаграм, и у меня там буквально за неделю пришло пять тысяч подписчиков в Инстаграме, который у меня вообще почти не развивался, и я поняла, что, о боже, это наконец-то работает. Я нашла новый источник бесплатного трафика людей, подписчиков. Короче, я тогда вообще была безумно счастлива, что наконец-то то, что я делаю, приносит свои плоды. И, кстати, если уж мы заговорили о плодах, то есть смысл поговорить о материальных. Что вообще у меня было с деньгами, может, я на этом офигеть, какие деньги зарабатывала, поэтому я этим занималась. Я бы не сказала, сразу, да, проведем такой дисклеймер, что я никогда на блогинге не зарабатывала особенно много. Это работа на перспективу, все у меня будет впереди. И получается, когда я закончила университет, очевидно, что все, деточка, пора идти на работу, зарабатывать деньги. Но у меня прекрасные родители, очень хорошая обстановка в семье и в каком-то общем материальном положении семьи. Поэтому я пришла к своей маме в сентябре, да, вот это летом поотдыхала, и я ей говорю, блин, пожалуйста, можно я вот эти три месяца поработаю с этим, со своим блогом, и если у меня ничего не получится, тогда я пойду искать нормальную работу, потому что для меня, конечно же, этот вопрос уже давно стоял довольно остро, потому что, ну, все мы понимаем, все мы живем в материальном мире, где все нам достается не просто так. На что мне моя прекрасная мама сказала, это расслабься, занимайся до Нового года, а там посмотрим. Как бы она до сих пор в меня иногда ходит и такая, а, может, работу будешь искать? Ну, она спокойно относится, в принципе, меня все поддерживают, поэтому все нормально отнеслись к этой моей инициативе, и плюс ко всему у меня тогда был план, я тогда писала мастер-класс по ведению визуального дневника, я его опубликовала впервые в ноябре, и тогда же у меня были первые продажи, я заработала свои первые 20 тысяч рублей на блогинге, тем самым доказала своим родителям, что это все абсолютно реально, это такая же может быть полноценная работа, и, по сути, больше никогда ко мне не было претензий на этот счет. Иногда я сейчас задумываюсь о том, что, блин, может быть, всех это напрягает, что, типа, они все работают, а я сижу дома, но, по большей части, во-первых, родители волнуют, чтобы я была счастлива, а, во-вторых, всем очень удобно, что я дома, я могу проследить за младшей сестрой, если какие-то там документы вдруг неожиданно понадобились, у нас еще бабушка с нами живет, и я за ней приглядываю, если что. Короче, всем это суперкомфортно, и плюс ко всему у меня есть сейчас возможность не зарабатывать какие-то огромные деньги, хватает, знаете, там, просто на какие-то свои развлечения, на поездки, на какие-то материальные штуки, там, вот, на камеру заработать, на телефон, и тому подобное, и у меня нет крайней необходимости сейчас съезжать от родителей, платить за коммуналку, платить за еду, то есть, у нас даже был такой разговор, я говорю, мама, если я начну зарабатывать, надо ли мне как-то вносить свой вклад в обеспечение нашей жизни, на что она мне ответила, зачем? И, кстати, здесь же можно еще и немножко рассказать про своих друзей, их отношение к тому, чем я занимаюсь, на данном этапе, конечно, меня все очень поддерживают, и, как бы, нет вопросов, там, каких-то смешочков за моей спиной, но когда я начинала, ну, я не скажу, что меня прям не поддерживали, я просто ни у кого не спрашивала, ну, там, поначалу, может быть, и показывала, и получала какое-то неодобрение, но когда этот вопрос стал особенно острый, я решила точно, что я хочу этим заниматься, я особенно не интересовалась, единственное, за каким вопросом я бы пришла к друзьям при оценке своего творчества, это насколько я, например, выгляжу в кадре неестественно, насколько все это выглядит наиграно, вот какие-то такие вещи, а насчет информации, которую я даю, это никто из моих друзей в этом не экспертен, не интересуется подобными вопросами, поэтому прислушиваться к их мнению, как бы, конечно, можно, но не обязательно, и, как бы, вообще очень классно, что я начала всем этим активно так заниматься в конце университета, это было не в школе, то есть, не было куда дополнительного осуждения, а если и было, то я его не слышала, и я начала этим заниматься во взрослом мире, где, представляете, никто не хочет работать, и все, наоборот, только рады за тебя, если ты занимаешься своим любимым делом, а не идешь на обычную работу, поэтому, в принципе, всем довольно пофиг, что я проявляюсь в этом мире именно так, а кому не пофиг, ну, как бы, это не мои проблемы, типа, покажи чувака, чем ты занимаешься, по жизни, я вам сейчас открою, просто вселенную, на самом деле, никто почти не будет за вами вот так пристально следить, ну, если у вас есть, конечно, конкретные хейтеры, как бы, я веду такой образ жизни, что он не предполагает наличие таких людей в моем близком окружении, чтобы вы понимали, не все мои друзья смотрят мои влоги, в большинстве своем они не смотрят, они только сейчас начинают смотреть, потому что либо они там появляются, либо это какие-то поездки, там, реально прикольные события из моей жизни, но так вообще почти никто не смотрит, что я там снимаю, что я там рассказываю, все довольно лояльны, спокойно относятся, и сейчас у меня, знаете, даже настал такой период в жизни, вот смотрите, предположим, вы начали вязать игрушечки, и поначалу у вас заказывают только вот мамины подружки, и ты такой, блин, ну хочется каких-то новых людей, а у меня сейчас такой период в жизни, когда я наоборот, мне так приятно, когда я узнаю, что за мной, за моим творчеством сидят мои знакомые люди, мои одногруппники, мои одноклассники, мои друзья, это значит, что ты не делаешь полный кринж, и все это довольно приемлемо, интересно и качественно, короче, я считаю, что основным плюсом было то, что я начала этим заниматься, когда уже у меня было не так много людей в окружении, которые бы могли это потенциально осудить, плюс ко всему я пришла к этой деятельности уже более-менее сформированным человеком, который знает, чего он хочет и зачем он все это делает, а не знаете, вот это вот хочу вести блог, не знаю о чем, я веду блог, потому что я не могу его не вести, и для меня критически важно делиться своими мыслями и своим опытом, поэтому как бы в какие-то моменты жизни я могу проигнорировать чье-то мнение, потому что мне намного важнее делиться своим мнением в интернете, и что там дальше по хронологии, в 2020 году я также расхрабрилась, и наконец начала вести то, с чего все это начиналось, и вообще про что задевалась все это видео, я начала вести свой YouTube канал, до этого я конечно снимала еще какие-то небольшие видео DIY, уроки творческие, но это было так по фигне, нерегулярно, а здесь наконец-то я себе позволила снять длинное, полноценное разговорное видео, и как я уже говорила, я начала снимать опять-таки не про себя, не про свою личность, хотя отчасти, а по сути на экспертную свою тему про ежедневники. Всем привет, меня зовут Катя, я веду блог о творчестве Мир Трудкрафт, и кажется, я сейчас умру от страха, потому что это мое первое такое большое разговорное видео, в котором я буду рассказывать информацию, которая интересна вообще-то маленькому проценту людей, но я рада, что вы сейчас со мной, вы увлекаетесь таким интересным и полезным делом, как ведение ежедневника. И получается, там были не очень большие просмотры, но, кстати, больше, чем могло бы быть, я так иногда натыкаюсь на какие-то аккаунты, каналы, где вообще там 40 видео, и на каждом по 200 просмотров, и я поражаюсь, как у людей хватает просто мотивации, все это дело не забрасывать. Меня же смотрели мои подписчики, и плюс я старалась делать какие-то виральные названия для того, чтобы мои видео выводились в поиски. Например, видео, как не надо вести ежедневники, в итоге, самое популярное видео на моем канале, которое набрало почти 200 тысяч просмотров, просто потому, что люди вбивают это в поисковике, и им всплывает мое видео. А весной так вообще решилась и начала снимать свои первые влоги. Во-первых, потому что я всегда этого хотела. Во-вторых, потому что в инстаграме мне не хватало времени высказать все, что я хотела сказать, а говорить, как вы знаете, я люблю. И третья причина, у меня была интересная идея, как все это дело преподносить нетипично, а именно показывая свои дни и параллельно зарисовывая это в своем визуальном дневнике. Так что, по сути, я хотела не только что-то рассказать, но и продвинуть в массы эту свою идею введения визуального дневника. Но и факт остается фактом, все равно канал рос очень медленно, чуть ли не по 100-200 человек в месяц, но я продолжала этим заниматься, потому что, как я уже говорила, я не могла этим не заниматься. Мне безумно это нравилось, поэтому я вообще не представляла, как можно остановиться, но просто это делала не очень регулярно, потому что была куча других дел, такие как ведение тиктока, инстаграма, марафоны и тому подобное. Тем более, я не особенная. Если у кого-то это получалось, то почему не получится у меня, тем более, что получалось даже у меня, просто с ведением других социальных сетей, где я тоже не верила, что там можно добиться каких-то результатов. Поэтому и в свой ютуб-канал я верила. И если я снимаю это видео, значит, это было не зря. И далее мы снова немного перенесемся в мой тикток. И здесь третий скачок, один из тех, которые мне запомнились. Я полтора года веду свой аккаунт и еле-еле как набираю 400 тысяч подписчиков. Я уже и дико разочаровывалась. И вот выкладывала у меня, каждая набирала по 5 тысяч просмотров. Я уже думала, что все, хватит. Потом снова начинала, и потом снова возрастали просмотры. И здесь происходит такой момент. Мы встречаемся с моей подругой Мариной и снимаем первую часть, где мы обмениваемся картинами через каждые 10 минут, дорисовываем друг за другом, что я вам рассказываю, стопудово вы его видели. И оно набирает 16 миллионов просмотров. И с одного этого видео приходит 350 тысяч подписчиков, там буквально за неделю-две. Это был просто взрыв мозга. Марине каждый второй ее знакомый говорил, блин, я тебя видел в ТикТоке. То есть, это был просто фурор, колоссальный успех, а я мучилась синдромом самозванца на протяжении всего этого времени. И мне до сих пор вроде как, ну, сейчас уже попроще, но порой бывает довольно тяжело присвоить себе такую большую цифру, как 800 тысяч подписчиков в ТикТоке. Потому что мне казалось, что мне просто повезло. Это просто слепая удача, просто видео попало случайно в рекомендации и просто на меня начали подписываться люди, не зная других моих роликов. Но на самом деле ничего здесь простого не было. Поймите, если бы я не снимала кучу других творческих видео перед этим, то люди бы переходили бы ко мне на страницу и не увидев ничего интересного, не решали бы подписаться. но они заходили, видели кучу другого крутого творческого материала и понимали, что они попали куда надо. И в-третьих, если бы я в какой-то момент забила на свою главную цель зарабатывать благодаря именно творчеству и просто типа пыталась бы гнаться за какой-то непонятной популярностью, за подписчиками, то я таким же образом могла бы выложить какое-нибудь видео с котиками, оно бы тоже набрало 40 миллионов просмотров. Из этих просмотров никто бы не перешел, а это было творческое классное видео, люди переходили, видели другие классные творческие видео и решали остаться. Да, создание этого видео заняло всего один вечер и принесло такой большой успех, но с другой стороны я к этому видео шла почти три года. Так что невозможно преуменьшать свою роль в этом успехе. Это произошло не столько благодаря каким-то внешним факторам, сколько благодаря мне и Марине, которая нашла меня благодаря моему инстаграму. И она подписалась на меня, потому что ей понравилось мое предыдущее творчество. Если бы всего этого перед этим не было, то ничего бы не было бы сейчас. И тут я начала жить в той реальности, в которой у меня 800 тысяч подписчиков и, грубо говоря, 0 рублей в кармане. И я вдруг поняла, что все эти подписчики это не самоцель, это лишь инструмент, а я ничего не делаю для того, чтобы как-то приумножать свое финансовое положение. Поэтому начала ставить перед своим блогингом немного другие цели, не набор подписчиков, а продвижение идей вести визуальный дневник и одновременно зарабатывать. Но прошло полгода что-то вообще нифига. Но я пытаюсь, я пытаюсь, об этом мы потом еще поговорим в конце. И начало обратного отчета, что я имела на начало февраля 2022 года. У меня был тикток, где было почти 800 тысяч подписчиков, которые я... Мне уже бесит эта челка, сейчас все можно вот так вот сделаю? Ой, как все красиво, я все вижу! Который я регулярно вела почти каждый день, у меня там было несколько популярных рубрик, и я как бы планировала дальше их снимать и развивать. Инстаграм на почти 20 тысяч подписчиков, в котором я активно снимала сториз, очень много старалась над тем, чтобы они были интересными, креативными, творческими, но на них все равно было около двух тысяч охваты, короче, от двух до трех тысяч, так что число подписчиков в Инстаграме, это, знаете, тоже такая цифра. Короче, меня Инстаграм безумно расстраивал, вообще мне все эти визуалы, сториз, это было очень много времени, энергии занимало и довольно мало результата давало, хотя благодаря Инстаграму я спокойненько проводила там марафоны, и в принципе это была хорошая такая база для ведения бизнеса в интернете. И Ютуб, на котором было около 15 тысяч подписчиков, на котором я снимала некоторые экспертные видео, иногда влоги, но в общем и целом я постоянно не находила на него время. А потом все пошло в бочко. Тикток оказался мыльным пузырем, его закрыли, и я тут поняла, что ничего я там не добилась, никто меня почти там не знал. Да, кто-то перешел в Инстаграм, кто-то перешел в Ютуб, то есть как бы, да, это все было не зря, об этом я еще позже, конечно, обязательно расскажу, но по большей части 800 тысяч, такая красивая цифра, и это ничего не значит на деле. Инстаграм начал потихонечку умирать, сами помните, в тот период были сложности с этим VPN, никто не понимал, что происходит, очень многие мои подписчики говорили, что они больше туда не вернутся, то есть я начала перегонять в телеграм-канал, как бы, многие люди до сих пор так туда и не вернулись, потихонечку что-то там возвращается, но для меня до сих пор непонятно все это, и я начинаю сейчас задумываться, что, наверное, было бы хорошо туда вернуться, но мне немножечко лень снова погружаться во всю эту историю, но стоит все-таки уточнить, что большей трагедии, я считаю, то, что произошло, а не вот эти все закрытия, уходы брендов, это на самом деле, конечно же, мелочи, но все равно факт остается фактом, пришлось приспосабливаться к новой реальности, в которой все те курсы, которые мы накупили про Инстаграм, больше ничего не стоят, и в которые надо думать, куда идти дальше, что делать дальше, или где искать себе нормальную работу. И я лишь молилась, чтобы не закрыли еще и YouTube. Ну и так как у меня все равно была потребность что-то снимать, то я решила сосредоточиться полностью на YouTube, тем более, как я сказала, постоянно на это не находила времени, а теперь у меня вагон его было, только этим я и могла заниматься, и плюс ко всему больше мои креативные и временные ресурсы не отнимали съемки, сториз и тиктоков, поэтому я могла полностью сконцентрироваться на создании качественного контента именно на этой площадке. И я считаю, что отключение всех других социальных сетей оказались благословением для моего YouTube-канала. Типа, знаете, так смешно, до меня не доходит какими-то менее болезненными способами, что я занимаюсь чем-то не тем, и только когда я начала активно заниматься YouTube-каналом, я вдруг осознала, что все то, чем я занималась до этого, это было какой-то часть и немножко зря, то, что я снимала так много сториз, хотя больше бы достигла, если бы занималась изначально более длинными роликами. Я начала снимать больше влогов, аудитория становилась лояльнее, дошло до 20 тысяч подписчиков, и вообще, в принципе, оказалось, что у меня есть некоторое конкурентное преимущество из-за того, что я с самого детства, да, закольцовываем наш сценарий. С самого детства снимала все эти видео, и для меня не было проблемы снимать длинные ролики, и на протяжении такого долгого времени удерживать внимание зрителя, а все те тиктокеры, которые начинали чисто с тиктока, где можно было снимать ролики всего по 15 секунд, многие из них, видимо, оказались не в состоянии снимать какой-то более длинный качественный контент, поэтому на ютубе конкуренция оказалась не очень большой, по моим тематикам, в принципе, я смогла бы в перспективе вырваться куда-то вперед, я решила попробовать. И мы прямо уже близко подбираемся к настоящему времени, где-то в конце мая у меня наконец-то дошло количество подписчиков до 20 тысяч, и я вдруг увидела, как другие блогеры выкладывают свои шорс, и на них набирается по миллиону просмотров, по 5 миллионов, и причем на их страницах по миллиону подписчиков, а видео длинных почти нет, и все это набрано на шорсах. Я подумала, что, ну, чем черт не шутит, у меня очень много материала с ТикТока, давайте-ка я туда тоже повыкладываю это, и в итоге у меня на видео набиралось, ну, там, 500 просмотров, 2000, и дальше никуда все это дело не продвигалось. Поэтому я решила, что шорс это вообще гиблое дело, буду продолжать гнать свою телегу и пытаться снимать там влоги и какие-то другие видеорисования и введения визуального дневника. А потом я вспомнила свою историю, свою же историю, которая у меня случилась с ТикТоком, что там я тоже ни во что не верила, но там сыграла свою роль какая-то регулярность, периодичность и игра на дурака. Вот получится, получится, нет, ну, и ради бога, я хотя бы пыталась. То есть, вот это, знаете, кредо по жизни. Главное сделать все возможное, чтобы потом ты мог сказать «я пытался». И получается, я в один день села и на две недели раскидала по два своих ролика из ТикТока в день и забыла про это. И таким образом в мой день рождения 19 июня я обратила внимание, что как-то быстро начали прибавляться подписчики. И посмеялась, подумала, а вдруг YouTube специально в день рождения креатора ему накидывает дополнительные просмотры, типа вот подарочек. И знаете, а теория-то оказалась рабочей, потому что после этого ко мне начали приходить по 10 тысяч подписчиков в неделю. Типа, знаете, эта ситуация еще раз подтвердила то, что та история про видео в ТикТоке на 16 миллионов, где мы меняемся картинами, это не было следовой удачей. Это была не случайность, это была закономерность. Мое творчество действительно имеет какое-то признание и ему просто не хватало попасть людям на глаза. И вот у меня 100 тысяч подписчиков. И это да, просто благодаря тому, что я раз в неделю раскидываю ролики на каждый день, которые я снимала еще год назад в ТикТок. Прикиньте, да? Вся эта огромная история была для того, чтобы я в конце сказала снимайте просто шорты, а еще лучше снимайте шорты. Но фраза я просто накидала видосиков, ну и все как-то там само собой завертелось максимально обесценивающе. Вся эта история была для того, чтобы проиллюстрировать вам, что ничего не бывает просто так, и все наши усилия рано или поздно окупаются и приносят какую-то пользу. Например, можно, конечно, сказать, что я так долго изучала блогинг, развивалась в этом всем, чтобы, блин, просто вот так вот ко мне все это дело пришло. Нет, нифига, это все необходимо было для того, чтобы сейчас мои видео были максимального качества, чтобы вам было приятнее всего слушать мою речь, потому что она расслабленная, спокойная, уверенная, я могу так спокойно выдавать такие стендапы, чтобы мои аккаунты не были пустыми. И если вдруг какое-то мое видео волшебным образом попадет в чудесный мир рекомендаций, человек переходил ко мне на страницу, видел огромную кучу другого творческого классного контента и решал остаться. Можно сказать, что нафиг я снимала все эти видео в школе, если в итоге ничего подобного я сейчас не делаю, но это мне дало колоссальный опыт в вопросе каком-то юмористическом. Я первые шишки набивала, используя непонятные программы, делая какие-то странные эффекты, и сейчас, знаете, это такой кринж пересматривать некоторые из них, но тем не менее я их все безумно ценю, уважаю, люблю, просто за то, что они мне помогли сейчас не допускать такие ошибки. Можно сказать, что нафиг я вот это пыталась продавать какой-то хендмейт, вот это магазин, что-то там хотеть, но это мне подарило осознание того, что мне не столько важно заниматься творчеством и ремеслом, лишь бы там механически что-то делать. Творчество я люблю именно ради креативных процессов, и больше я люблю не продавать творчество, а вдохновлять людей на создание творчества. Блин, ну вот сторис я точно зря снимала, но простите, а где бы я еще получила такой колоссальный опыт регулярного, креативного и оперативного монтажа, удержания интереса, лояльности людей на протяжении такого длинного временного отрезка, и продаж в социальных сетях. Но тикток-то точно был мыльным пузырем, без него наверняка было бы намного лучше, но и здесь тоже все не так однозначно, потому что именно благодаря нему я стала лучше разбираться в том, что надо людям, интернету, что они хотят видеть, в каком виде, в каком формате, и плюс ко всему осознание, что цифры ничего не значат. И вот у меня 100 тысяч подписчиков, и я в очередной раз убеждаю, что у самурая нет цели, у самурая есть только путь, и удовольствие от достижения цели продлится минут 5-10, но это ничего не будет стоить, значить, если ты не получал удовольствие во время пути, потому что намного интереснее идти куда-то, и это намного дольше, поэтому есть смысл стараться быть счастливым на этой дороге. И я сейчас поняла, что это не была вершина, это был, знаете, какой-то такой либо перевалочный пункт, либо более удобная и комфортная обувь, которая мне поможет идти с большим кайфом к следующей моей точке, но благодаря всему моему прожитому опыту постараюсь эту дорогу сделать наиболее веселой, комфортной, интересной. Тем более, знаете, произошла как будто какая-то подмена понятий, и раньше казалось, что 100 тысяч подписчиков это, знаете, что-то около 100 тысяч рублей, но это вообще не так, это две разные цели, над которыми одинаково много надо работать, но, к сожалению, финансовыми целями я почти не занималась. И это, конечно же, прекрасная цифра, которая станет отличной базой для достижения будущих целей, и на данный момент в жизни я бы хотела сейчас активнее заниматься продвижением идеей ведения визуального дневника в массы и улучшением своего материального положения. Надо заниматься любимым делом, кайфовать от процесса, что не нравится делегировать, максимально реализовывать свой потенциал и веселиться в процессе, потому что грош, цена таким целям, в процессе достижения которых вы убивались и ненавидели весь этот мир. Фух, столько всего наговорила, сейчас самой сложно сформулировать какой-то итог, я надеюсь, что многие из вас в процессе для себя тоже делали какие-нибудь выводы, но давайте попытаюсь какие-то мысли все-таки выделить. И самое главное, что хочу до вас донести, это уважайте, любите и цените каждый свой опыт. Просто, знаете, надо уметь анализировать и уметь видеть, какую на самом деле пользу вам все это дело принесло, любые ваши старания обязательно окупятся, просто частенько вы получаете результат немного не в том виде, как вы изначально загадывали. И в особенности больше всего надо оценить ошибки, неудачи, промахи, это наши самые главные друзья и учителя. Если вы чего-то хотите всем сердцем, то вы обязательно это получите. Просто бывают, знаете, разные ситуации, где-то надо дать себе больше времени, где-то надо все пересмотреть и начать делать все по-новому, но в любом случае из любой ситуации есть выход, и вы простите, к сожалению или к счастью не особенный, если у кого-то это получилось, то и в ваших силах все это преодолеть и достигнуть. Если вы что-то любите, то я бы вам рекомендовала заниматься именно этим, а не просто отмахиваться, типа, ах, на этом ничего не заработаешь, или же это слишком сложно, где любовь, там будут и деньги, и причем в перемешку с счастьем. И вам это не будет даваться с таким большим трудом, вам наоборот будет в радость тратить много сил на это. Да и только занимаясь любимым делом вы способны достигать огромных высот, что принесет гораздо больше пользы этому обществу, нежели вы будете просыпаться и ненавидеть весь мир, потому что занимаетесь нелюбимым делом. Было бы желание, возможности всегда найдутся, да, как, например, я люблю творчество, решила стать творческим блогером. Я думала, что уже невозможно никак продвигать свой блог, решила выкладывать все в тикток и вот как все классно завертелось. А если же вы не понимаете, что вам ближе всего, то попробуйте окунуться в детство и пронаблюдать, что вам больше всего приносило удовольствие именно тогда. И я могла бы там, например, заострить внимание только на творчестве, но в итоге я в своей деятельности объединила абсолютно все рисование, творчество, монтаж, ютуб, короче, у меня прям комбо. И постарайтесь не гнаться за цифрой, потому что чем раньше вы избавитесь от иллюзии, что вам нужна именно красивая циферка, и тем быстрее вы поймете, ради чего на самом деле все это дело затевалось, тем быстрее вы придете к той самой нужной цели и, соответственно, к тому самому нужному счастью. И такая небольшая подсказка, по большей части счастье обретает не там, где количество, а качество. Точность, самое главное. Для чего я вообще все это рассказала? Не для того, чтобы вы брали эту мою историю и под копирку ее повторяли, а потом удивлялись, что у вас что-то там не получилось, счастье и достижение целей у всех сугубо индивидуальные, поэтому я все это рассказала для того, чтобы вы понимали, что и такой бывает путь, и такой, и сложности у всех есть, и вот такие волшебные совпадения. И это не гарантирует, что вы с точностью сможете повторить чужой опыт и успех. Потому что максимально сильно играют роль не только ваши действия, но и какой-то ваш бэкграунд, какой вообще, в принципе, вы человек, там, от рождения. Да, талант это не врожденная штука, но не стоит игнорировать какое-то, знаете, положение в семье, какой у тебя темперамент, характер, твои детские травмы. И, кстати, на эту тему я хочу еще, может, через неделю снять видео, в котором я расскажу про какие-то свои личностные характеристики, которые помогли мне стать той, кто я есть, чтобы показать, насколько важно уважать абсолютно весь свой жизненный опыт и каждую черту своего характера, потому что, знаете, не только какие-то наши положительные, но и довольно гаденькие свойства способны помогать нам реализовывать свой потенциал. Мой сладкий пришел. Мой сладкий девочка. Давай, помурчи. Вам же слышно, да? И на этом, пожалуй, все. Ребята, огромное вам спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам было интересно слушать эту историю. А пока буду очень рада почитать вашу обратную связь под этим видео. Оставляйте свои мысли, которые пришли к вам во время просмотра этого видео. Также, если вам понравилось оно, то не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. А еще заглядывайте ко мне на Бусти. Туда я по платной подписке периодически выкладываю некоторый творческий контент. Например, дополнительное заполнение визуального дневника личностный, где я делюсь историями жизни, своими мыслями и экспертный по блогингу и продвижению. И, конечно же, по традиции мы вместе с мышкой сегодня вам желаем удачи, вдохновения и творите как хотите. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok